Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за неделю в нашем выпуске. В Курумыче спасали людей после авиакатастрофы. К счастью, это только легенда межведомственных учений. Сейчас такие внеплановые тренировки проходят во всех регионах страны. Подробности в эксклюзивном репортаже Марины Матвейшиной. Самолет МиГ-31 терпит крушение. Экипаж два пилота доложил об отказе управления и катапультирования. Место бедствия неизвестно, но сработали аварийные маяки на судне. Это легенда, по которой проходят учения в аэропорте Курумыч. Участие в них принимают представители всех аэропортов ПФО, спасатели, МЧС и военные. Оттачивают процесс поиска и спасения людей, а также координационную работу всех служб. У нас на борту каждого водушного судна стоит аварийный спасательный маячок. При авиационном происшествии он срабатывает, и именно по этому маяку мы его и ищем. Самолет рано или поздно всегда находят. На все поисковые мероприятия отводится определенное количество времени. Если уложимся во все временные рамки, значит оценка будет выставлена самая наивысшая. На радиосигнал отправляется спасательный самолет. С него парашютисты спускаются на место бедствия. Оказывают первую помощь пострадавшим. Исполняющие эти роли обычно шутят, чтобы не было страшно. Позовите она! Я хочу исповедоваться! Одновременно парашютисты сообщают точные координаты для наземной службы спасения. Она должна прибыть сюда как можно скорее. На месте разворачивают палатку, пункт ЧАЭС. Вся работа идет слаженно, как часовой механизм. Все данные истекаются в центр поиска и спасания. Это мозг всей операции. На мониторах видны все передвижения спасателей, а также сюда поступают фотографии с места бедствия. Именно здесь происходит анализ ситуации и принимаются решения. Образовывается на экране точка, если есть координаты. И вокруг нее сразу может ставиться палетка поиска. То есть сразу расставляется палетка поиска. И уже смена знает место происшествия, знает примерно район, что самое важное. И эти данные можно скинуть на... В каждой базе есть планшет. На этот планшет и уже когда спасатели бегут на самолет, они пока готовятся к вылету, у них на этом планшете уже место бедствия, район бедствия. То есть они взлетают не слепые, а уже знают, куда конкретно лететь. Уже командир экипажа отрабатывает туда маршрут. Такие межведомственные учения с участием служб всего региона проходят регулярно раз в год. Между ними спасатели аэропорта Курумыч не сидят без дела и поддерживают форму регулярно. Учения с пожарно-спасательными расчетами мы проводим еженедельно. У нас по плану по понедельникам. Это то, что вы видели. Тушение отрабатываем, эвакуацию пассажиров, прибытие в квадрат. Большие комплексные учения у нас проходят раз в год. И с аварийно-спасательной командой предприятия мы собираемся с каждой сменой раз в квартал. У нас вся жизнь в учениях, поэтому мы лучше постоянно тренироваться. И этот самолет Ту-134 самый страдающий в аэропорте Курумыч. Если раньше он, как и все, перевозил пассажиров, то теперь стоит на службе у спасателей. И чего они с ним только не делают. И поджигают, и задымляют, и поднимают, а также эвакуируют оттуда. У страдавших пассажиров. Марина Матвеевична, Василий Колдашов. События. Фотографии высокого качества. Снимки самарского спутника АС-2Д превзошли все ожидания разработчиков. Сейчас аппарат проходит испытания. Как выглядят сеансы приема информации из космоса, увидела Валерия Макарова. АС-2Д – гордость самарских инженеров. Спутник, созданный учеными РКЦ «Прогресс» и Университета имени Королева. Это первый аппарат дистанционного зондирования Земли, который не только спроектирован и собран в Самаре, но и наши же специалисты ведут спутник по его орбите и проводят сеансы связи. Но если не на крыше мира, то точно можно сказать, что мы находимся на крыше «Прогресса». Сзади меня сфера, а внутри нее антенна, которая принимает сигнал из космоса. Внизу специалисты этот сигнал расшифровывают, чтобы увидеть Землю такой, какой ее видит наш самарский АС-2Д. Телеметрическая информация подтверждает. АС-2Д надежды своих создателей оправдывает. И прежде всего это касается оптико-электронной аппаратуры «Аврора». Это фактически комплекс, через который ребята, операторы, в основном молодые ребята, могут заниматься съемкой земной поверхности. Их можно сравнить с фотографами, у которых на вооружении очень хорошая и дорогая техника. В сутки АЭС может снимать более 80 тысяч квадратных метров земной поверхности. Это как две Швейцарии. Причем для аппарата это не предел, уверены специалисты. Свой первый снимок комплекс сделал 11 мая. И с тех пор от снял больше 3 миллионов квадратных километров земной поверхности. Высокое качество кадров не может не радовать специалистов, ведь это значит, что все конструкторские и технические решения были верными. Аппарат действительно сейчас прилично работает. У него высокие качественные характеристики для своего класса. И все блоки и устройства работают нормально. И мы постоянно получаем информацию с этого космического аппарата. При их характеристике разрешения порядка двух метров из полосой захвата, таких аналогов, ну и даже не то, что в нашей стране, в общем-то они конкурентно способны и с западными спутниками. Для прогресса АЭС-2Д первенец в нише малых аппаратов дистанционного зондирования Земли. Он позволит делать недорогие, но качественные изображения земной поверхности в различных диапазонах. Возможностями АЭС-2 уже заинтересовались в МЧС России и Госцентре природы, где занимаются картами и планами городов. За время испытаний спутник отснял уже почти весь мир. Ну а над родной Самарой АЭС-2Д пролетает каждую неделю. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События. Там рождается жизнь. В Самаре на территории больницы Середавина торжественно открыли областной перинатальный центр. По степени оснащенности оборудованием и медицинским персоналом это учреждение третьего, самого высокого уровня. Подробности в репортаже Олеси Корецкой. Торжественное вручение символического ключа. Центр уже в работе. С конца августа здесь появилось на свет 94 малыша. Перинатальный центр рассчитан на 130 коек. Здесь будут оказывать медицинскую помощь женщинам и детям из группы высокого риска. С угрозой прерывания беременности и различными патологиями. Вот такая у нас родная. С таким удобным широким столом. Германский стол. Это Татьяна Аркадьевна. Такие вот столы. Мы попросили ширину хорошую, чтобы женщинам было удобно. А им очень удобно. Условия на самом высоком уровне. Одноместные и двухместные палаты. Отдельный душ и туалет. Круглосуточная связь с персоналом. Все бесплатно. По родовому сертификату. Очень долгожданная. Очень долгожданная. Очень рада, что попала. Условия хорошие? Очень хорошие. А вы продавали сертификату? Да. Самое современное оборудование. Есть и единственное в области. Врачи прошли специальное обучение. 10 родовых залов, 3 операционные, отделение патологии беременности, выхаживание новорожденных, отделение реанимации и интенсивной терапии. Здесь могут сохранить сложную беременность. Врачи выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Важно, что это сотни и тысячи спасенных жизней. Это совершенно другая мотивация для родов. Для тех мам, которые, может быть, там сомневаются или опасаются о своем состоянии здоровья. Это совершенно другой уровень квалификации медицинского персонала. Самарский перинатальный центр сможет принять 5000 родов в год. Помощь будут оказывать пациенткам со всего региона. Центр построили за полтора года. 2,5 миллиарда рублей направили из областного и федерального бюджетов. Работа выполнена очень на высоком уровне. У меня есть тоже с чем сравнивать. Когда-то по прежней работе мы вводили перинатальный центр. Здесь многие вещи уже сделаны на более современном уровне. Очень важно теперь, как наши люди, персонал, как еще вот этот уровень технологий будут выдерживать. И не только может выдерживать, а совершенствовать даже. Рождаемость в Самарской области растет. Работает государственная программа по снижению материнской и детской смертности. Это одно из приоритетных направлений в Самарском регионе и в России. По распоряжению федерального правительства Самарская область получила также 13 новых машин скорой помощи. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Детали на принтере – это уже не фантастика. В Самарском университете имени Королева прошли успешные испытания камеры сгорания малоразмерного авиационного двигателя, выращенной при помощи 3D-принтера. Олег Зверев изучил инновационную технологию. На испытательном стенде принципиально новое изделие – миниатюрная камера сгорания малоразмерного газотурбинного двигателя. В самой конструкции ничего удивительного нет. Новым является способ изготовления детали. Ее распечатали на 3D-принтере. Причем впервые для этой цели использовали не импортный, как раньше, а отечественный металлический порошок. Испытания показали, что материал, из которого сделана камера сгорания, выдерживает рабочие температуры, которые сопровождают работу камеры сгорания. И в дальнейшем мы планируем провести цикл испытаний по теплонагрушенности камеры сгорания. Внешне это напоминает духовку. Вот только пироги в ней пекут металлические. В Самарском университете выращивать таким образом детали двигателей начали год назад. И вот логический результат. Технология готова к применению. Специалистам удалось полностью отработать все стадии производства. Получили порошок от отечественного производителя. Мы отработали режимы. Мы отработали технологию получения изделий уже. И мы смогли испытать это изделие. Аддитивные технологии лазерного спекания. Так называется этот процесс. Аддитивные, значит, полученные путем сложения множества мелких частиц, каждый размером в микроны. Слои толщиной меньше человеческого волоса ложатся один за другим. В итоге получается деталь, заданная компьютерной программой. Сегодня этот способ производства слишком затратный. Изделие получается таким, как если бы оно было сделано из серебра. Но техника развивается так, что уже в ближайшие десятилетия 3D-принтер по металлу станет столь же привычным в быту, как электрическая соковыжималка и микроволновая печь. Принтеры пластиковые, они уже практически входят в повседневную жизнь. То есть любой человек может научиться делать какие-то детали, выращивать. Ну, металл, наверное, думаю, лет еще 10 пройдет. Так, чтобы у нас у каждого стоял принтер на столе. Да, если вдруг надо что-то срочно там распечатать для мясорубки, то мы раз-раз-раз заложили и распечатали. Что касается производственной сферы, главные достоинства 3D-принтера – значительное ускорение процесса. На изготовление камер сгорания двигателей раньше уходили годы. Аддитивные технологии позволяют сделать это за сутки. Уже совсем скоро мир заполнит конструкции, распечатанные на 3D-принтере. Международная конкуренция диктует свои правила. В перспективе в небе останется тот, кто сможет придумать двигатель, принципиально новый с точки зрения динамических, экологических, жумовых характеристик. Использование аддитивных технологий позволит решить эту задачу в десятки, а может быть и в сотни раз быстрее. Олег Зверев, Максим Гусев. События. Сделано в Самаре. В областной столице запустили новый завод по производству соков. Предприятие планирует поставлять свою продукцию не только в соседние регионы, но и в ближнее зарубежье. Что и из чего будут делать на новом заводе, узнала Валерия Макарова. Только представьте, здесь будут производить 300 миллионов литров соков в год. Это составляет примерно 12% потребности всего сокового рынка России. Ну а делать сок будут из местных яблок, которые выращены в садах Самарской области. Из этих яблок будут делать сок прямого отжима. Его предприятие планирует продвигать и на зарубежных рынках. Старт нового производства дан нажатием символической кнопки. Друзья, давайте поддержим аплодисменты. Этот торжественный момент вперед. Теха нового производства оборудована по последнему слову техники и соответствует самым высоким европейским стандартам. Ну а вкус сока губернатор оценил на отлично. Если что-то нам делать, то надо делать так, чтобы по-настоящему звучало не только в Самарской области, но и в стране. И иметь бренды, которые могли бы усноваемы в стране и, может быть, даже за ее пределами. И именно такую задачу ставят перед собой собственники. Это и производство и Российской Федерации, и регионы. Потому что все мы делали совместно. В настоящий момент субсидии, которые мы получили, уже 147 миллионов. Но что мы от этого имеем? 650 гектар садов на капельном орошении по новейшей технологии. Несмотря на то, что производство соков еще не вышло на проектный уровень, продукция компании уже поставляется на экспорт. Так, на складах стоят контейнеры с соками, которые готовы к отгрузке в Китай и Казахстан. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. 100 тысяч россиян хотят быть волонтерами на чемпионате мира по футболу. Среди них 2,5 тысячи самарцев. Столько заявок поступило в Оргкомитет России 2018. Во всех городах, принимающих Мундиаль, идет этап персональных собеседований. С первыми кандидатами, прошедшими два отборочных этапа, пообщался Андрей Горгуленко. Сегодня у Дмитрия Батищева большое событие в жизни. Он кандидат волонтера на чемпионат мира по футболу. И одним из первых пройдет собеседование. Волонтерский опыт у Дмитрия колоссальный. И он стремится еще больше расширить географию своих знакомств. Я уже участвовал в универсиаде в 13-м году в Казани, в тестовых соревнованиях в Сочи, в Олимпийских и Паралимпийских играх. Хочу познакомиться еще с людьми, пообщаться с иностранцами, познакомиться, пообщаться. Собеседование для кандидатов волонтера сегодня стартует во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира. Это третий и самый сложный этап отбора претендентов. Итоговый список из 1300 человек опубликуют в марте 2018 года. Чтобы в него попасть, именно на индивидуальном интервью нужно показать все свои плюсы. Здесь мы им задаем вопросы по семи компетенциям, расспрашиваем об их волонтерском опыте, любом другом опыте. И позднее будем принимать решение о их найме в качестве волонтеров на чемпионат мира. Собеседование проводят члены волонтерского центра, которые прошли курс специальной подготовки в Москве. Для будущих рекрутеров выделили удобное время, чтобы не отрывать студентов от учебного процесса. Ребят готовили конкретно к общению с кандидатами, помогали выявить компетенции, такие как стрессоустойчивость работы с общественностью, помогали выявить лидерские качества и так далее. Стать волонтером на чемпионате мира по футболу может любой желающий. Для этого до конца 2016 года нужно заполнить заявку на сайте ru.fifa.com в разделе «Волонтеры». Пройти онлайн-тестирование и в случае успеха вас пригласят на индивидуальное собеседование. Интервью с кандидатами будут проводиться до последнего претендента. Андрей Горгуленко, Артем Слойманов, События. Шаффлборд и новус. Современные настольные игры популярны не только в молодежной среде, но и у людей постарше. В Самаре большое внимание уделяется организации досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья. На турнире по настольным видам спорта побывала Мариана Мирная. Сергею Алехину через полгода исполнится 90. Ветеран Великой Отечественной войны о своих болезнях и думать не хочет. Говорит, пока есть силы, нужно ходить, гулять и заниматься физкультурой. Тем более, что у Сергея Сергеевича за плечами большое спортивное прошлое. Пока есть возможность, хочется участвовать в спортивных мероприятиях. Я с молодости занимался боксом, плаванием, занимался бегом. У меня и кубки есть и по плаванию, и по бегу, и по боксу. Я на Чеховиканском флоте был чемпионом Чеховиканского флота в своей весовой категории. Активной жизненной позицией придерживаются многие пожилые люди и инвалиды советского района Самары. На турнире по настольным видам спорта их больше ста человек. Каждый хочет выиграть кубок и занять призовое место. Никогда не знала, что кто есть в мини-гольф. Но так вот повезло, так сказать, получила медаль в кубок. Шашки и шахматы – прошлый век. Современные спортсмены с ограниченными возможностями предпочитают шаффлборд, джульбак и новус. Эти игры, по словам специалистов, развивают моторику и глазомер. Но главное, что на турнирах люди, которые не так часто выбираются из дома, могут встретиться и провести время с пользой для здоровья. Это самое главное. В общем-то, вытащить человека из дома, из четырех стен – это основная задача для нас. Потому что люди замыкаются в своем горе, не всегда понимают их родственники. А когда они встречаются с людьми, у которых тоже свои проблемы, поделились – и как-то уже легче. Ведь когда поделишься, всегда легче. Победители определят по двум настольным играм. Призеры получат кубки и медали. Остальные спортсмены – хорошее настроение и стимул – участвовать в турнире в следующем году. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. 80 рок-музыкантов на одной площадке в едином порыве. В Струковском парке прошел первый самарский рок-флэш-моб. Участники акции исполнили две знаменитые во всем мире композиции групп «Пейн» и «Грин Дэй». Как это было, расскажет Валерия Макарова. Такого Струковский парк еще не видел. Больше 80 музыкантов играют как единый организм. 5 клавишников, 10 барабанчиков, полсотни гитаристов. Есть даже скрипичный альт. Два рок-хита исполняют десяток вокалистов, а вместе с ними и все восхищенные зрители. Это вообще замечательно, потому что я вообще не ожидала, что такое можно сделать у нас в Самаре. Молодцы вообще ребята, которые собрались здесь, просто устроили праздник всем нам. И в принципе заряжают, очень хорошо заряжают они. Было очень круто, очень драйвово. Правда, хотелось побольше песен. Когда я слышал, что будет 4 песни, я думал, что будут 4 разные песни, а не 2 песни на репите. Но все равно было очень здорово. Я хочу еще. Мне было мало. Ребят, делайте больше. Было очень круто. Всем рок. Организаторы первого самарского рок-флэш-моба вдохновились московским фестивалем и привезли идею в Самару. Признаются, получилось даже лучше, чем ожидали. Насколько труда было затрачено. Флэш-моб готовили всего 2 недели. Срок для группы из 80 музыкантов почти нереальный. Это неделя без сна. По-моему, убитые нервы. В общем, это было тяжело. Настраивалось это все здесь с 9 утра. Вернее, вообще мы возили оборудование уже сегодня с 8. То есть с разных частей Самары привозили, завозили. Заряд драйва получили и зрители, и участники. Все надеются, что теперь такие флэш-мобы станут традицией. Валерия Макарова, Артем Слайманов. События. Побывали на краю света, а заодно укрепили российско-корейскую дружбу. Юные артисты детского театра «Задумка» и дуэта «Балалайк» вернулись из города побратима Самары корейского Тханьона. Впечатлениями от путешествия ребята поделились с нашей съемочной группой. Корейских зрителей Василиса Авдонина на фестивале удивляла русскими народными песнями. Признается, выступать было волнительно и очень ответственно. Самарская делегация посетила город побратим Тханьон впервые. К фестивалю готовилась тщательно, подбирая репертуар. У меня в основном были две подвижные песни. Одна была «Россия». Я все-таки настояла на том, чтобы поставить такую более душевную песню, чтобы все-таки показать, что в России не только у нас такие веселые народные песни. Все-таки у нас есть еще и такая душа. Надеюсь, они почувствовали. Я и пыталась им излить свою душу. Фестиваль посвящен великому морскому сражению Прихан Сандо, которое повернуло ход истории и не позволило Японии уничтожить флот Кореи. Самарские творческие коллективы приняли участие в трех концертах. Им удалось не только пообщаться с корейскими исполнителями, но и рассказать об истории русских народных песен. Когда Василиса наша пела «Дорога длинную», к нам подошли и сказали, что это французская песня, потому что они ее знают и любят, и она как бы у них там известна настолько, но они ее знают как французскую. И когда мы им сказали, что нет, это вот русская, то они даже объявили об этом на самом фестивале. И корейцы немножко загудели и как-то так восприняли очень. Для их неожиданность была, что это русская музыка. Участники самарских творческих коллективов побывали на приеме у мэра города Тханьон. Местные власти высоко оценили мастерство юных артистов. В свободное от концертов время ребята гуляли по городу и остались под большим впечатлением. Концерт-холл – это филармония корейская. Это вообще для меня такой восторг. Там, во-первых, зал шикарный, большой, вообще очень красиво. И очень… Да, мы были в храме Будды, там все так красиво, там все зеленое, там очень много растительности. Организаторы пригласили самарцев принять участие и в следующем корейском фестивале. Юные артисты задумки надеются выступить в Корее не только с вокальными, но и с хореографическими номерами. Лариса Шалафас, Сергей Баскин, События. Серия выставок «Достояние» проходит в Самаре. В экспозиции «Естество» отражается природа в разных ее проявлениях. Выставку оценил Сергей Кизоркин. Несостоявшийся генетик, москвич Илья Федотов Федоров после получения диплома филолога решил посвятить себя современному искусству. Его предмет творчества – природа. Произведение Федотова Федорова собрано в композиции из археологических находок, возраст которых примерно 7 тысяч лет, и современных природных материалов. Своими работами художник пытается напомнить людям, что природа всегда рядом с нами, как бы мы от нее не удалялись или не отгораживались современными технологиями. Люди, например, уже не переживают за экологию. То есть, в принципе, уже все знают, что все будет плохо, и смирились с этим. Если приедете в Сингапур, там вообще нет реальной природы, там только насаженные деревья и парки, которые производят впечатление каких-то пластмассовых скульптур. Ну, то есть, даже не очень понимаешь, что это природа. То есть, они настолько ухожены, настолько выдраны из контекста. Увидеть природу, какая она есть на самом деле, предлагают художники во второй выставке из серии «Достояние». Естество. Название говорит само за себя. Природа, отраженная в искусстве и науке. Посетители увидят банальные гербарии, видеоэкспериментов Павлова, а также копии популярных советских открыток и перфомансы. Найти себя в жизни и определиться со своими жизненными ценностями и запросами. И совместимы ли они с общественными? Порой возникает конфликт интересов, уверены художники. Духовные администрируют. Это странно, это не совсем, наверное, правильно, но это так и есть. И вот важно, наверное, каждому зрителю понять свою позицию по отношению к этому администрированию. Насколько его представление о чем-то его личное, насколько он самостоятельен в своем мнении. Выставка «Достояние» трехсерийное. Первая прошла весной. Классическое искусство, клише и штампы. Третья финальная народность состоится зимой. Художники предложат задуматься самарцам, как национальное искусство влияет на самосознание человека. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Эти выходные в городе по-настоящему праздничные. Самара отмечает свое 430-летие. В воскресенье 11 сентября праздник начнется в 13 часов на второй очереди набережной. Над полевым спуском выступит авиационная группа высшего пилотажа. Вечером гостей на площади Куйбышева ожидает концерт. Поздравить Самару с юбилеем приедут Лев Лещенко, Полина Гагарина и группа Любе. В 10 вечера фейерверк. Обещают, очень необычный. Выступление можно будет увидеть в эфире телеканала Самара ГИС. Трансляция начнется в 17 часов. На этом все. Хорошего вам настроения. Отличных выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»